В истории почти любого государства обязательно найдутся малоприятные или даже преступные эпизоды, о которых не принято вспоминать или тем более гордиться ими. Но не такова современная Россия. Даже самые позорные страницы своей истории она подает как несомненные победы. Российский МИД своеобразно отметил 80-летие вступления Советского Союза во Вторую мировую войну. Напомню, в середине сентября 1939-го Советы оккупировали восточную часть Польши, фактически выступив на стороне нацистов, занявших западную часть этого государства. Оккупация независимой страны Сталином и Гитлером стала возможна благодаря сговору двух тиранов, закрепленному в так называемом Пакте Молотова-Риббентропа. Соглашение о ненападении, в секретной части которого также расписывалось, какая часть Европы достанется нацистам, а какая большевикам. Так вот, российский МИД заявил, что этот самый пакт был вовсе не соглашением двух преступников, а неким необходимым документом, якобы спасшим жизни тысяч людей. В заявлении министерства, опубликованном в соцсетях, говорится, во-первых, что подписание пакта было вынужденным, а во-вторых, что его принятие отсрочило начало войны на два года и позволило Советскому Союзу основательно к ней подготовиться. Эти тезисы вовсе не на вы. Уже не первое десятилетие ими оперируют разного рода любители альтернативной истории, упертые сталинисты и прочий не очень здоровый люд. Однако утверждение о том, что нацисты вынудили Сталина принять пакт, и тем более заявление о двух дополнительных годах для подготовки к войне, выигранных при помощи этого сговора, вообще ни на чем не основаны. Начать хотя бы с того, что нет ни одного документального подтверждения подготовки немецкого вторжения в СССР в 1939 или 1940 годах. То есть Кремль не ощущал опасности со стороны нацистов, которая вынудила бы его принимать какие-то навязанные документы. Сталин, вероятно, вообще не верил в возможность нападения Германии на Советский Союз. Доподлинно известно, что он отказывался принимать во внимание многочисленные сообщения агентуры из стран ОСИ о подготовке нацистов к вторжению на территории СССР. Для Кремля Гитлер до самого 22 июня 1941-го был союзником, и отношения с ним были союзнические. Никто никого ни к чему не принуждал и ничего по-настоящему не требовал. Поэтому сам собой напрашивается вывод. Не было никакого вынужденного подписания пакта. Был вполне осознанный сговор, идея на который большевики планировали получить под свой контроль часть Польши и балтийские государства, которые Гитлер был готов отдать Сталину в обмен на помощь того в разделе, той самой Польше. Нет никаких подтверждений и утверждений у российского МИДа о том, что пакт позволил Советам занять какие-то особые стратегические рубежи и лучше подготовиться к нацистской атаке. Все земли, полученные большевиками после раздела Польши, были заняты немцами уже в самые первые недели или даже дни после начала войны против СССР. Тысячи солдат и офицеров, которые, по утверждению российских дипломатов, заняли те самые стратегически важные для отражения атаки рубежи, сдались в плен без боя, застигнутые немцами врасплох. Невероятное количество боевой техники, танков, самолетов, автомобилей было или уничтожено бомбардировками, или захвачено наступающими. Так в чем же тогда выгода от этих почти двух лет мира, о котором говорит МИД? На что потратило советское руководство время, выигранное пактом якобы для подготовки к нападениям? А занимались советы привычным делом. На занятых территориях в доставшейся им части Польши, в Эстонии, Латвии и Литве, толпы чекистов искали и уничтожали врагов народа. До сих пор доподлинно неизвестно, сколько крестьян, учителей, священников, писателей и военных с территорий вдруг ставших советскими были убиты, отправлены в тюрьмы или сибирские ссылки. Известно только, что счет идет на десятки тысяч. Поэтому вдвойне нелепым и беспомощным выглядит заявление российской дипломатии о спасении тысяч жизней за счет подписания пакта. Никто никого не спасал, даже не думал об этом. И никакие заявления дипломатов не заменят реальности, в которой воспеваемый ныне российскими властями Сталин два года был настоящим союзником Гитлера, его подельником и соучастником бесчисленных преступлений нацистов.